Нала Автопол Стар на YouTube и участники проекта Браво на Zoom, который работает 24 часа на 7. Сегодня у нас Светлана Лаврова, у неё сегодня 121 эфир. Представляете, ребята, вот какой у нас популярный спикер сегодня. Светлана Лаврова сегодня будет рассказывать про маска без маски, такая интригующая тема. Как вы знаете, она психолог уже с 15-летним стажем, психоаналитик. У неё много разных ретритов и марафонов. Она уже на этот путь встала 11 лет назад, и она нам сегодня расскажет про свою интересную тему, про маска без маски. Вам слово, Светлана. Здравствуйте. Я ещё раз всех хочу поблагодарить, что приглашаете на ваш великолепный канал. Если приглашаете, значит, видимо, интересно. Вот, меня это, конечно же, радует. Я бы хотела, наверное, начать с того, с благодарности. С благодарности ребятам, которые высказывают, наверное, не только слова благодарности, стихи какие-то пишут, но и берут в качестве, наверное, такого проводника именно мой опыт. И для меня это, конечно же, тоже много значит, потому что позавчера у меня завершился очередной ретрит. И на этом ретрите у меня было, ну, было несколько человек. И я вам могу сказать, что большинство ребят, которые приехали, конечно же, ко мне сейчас больше ездят ребят, которые в поиске себя. Потому что, когда мы находим «я», кто такой «я», от чего всё происходит, то тогда многие вопросы, конечно же, они отпадают. Вот, и я могу сказать, что все ребята, которые были, они все увидели, кто «я». Не у всех, возможно, это закрепилось, но это очень большой прорыв, очень большой прорыв для самого себя. Это та отправная точка, с которой можно уже дальше работать, с которой можно уже дальше понимать, а что я, что я хочу. Потому что мы очень часто идём не за тем, что мы хотим, а за тем, что мы придумали. Социальные рамки, социальные нормы, социальные какие-то критерии, которые абсолютно не относятся к нам. И точно так же всё, что смогла сказать на открытых эфирах, не видя человека, 40-дневный марафон тоже завершился вчера. Тоже очень много мне слова благодарности ребят сказали. Но насколько я им благодарна, наверное, это просто не описать словами. И почему такая тема у меня возникла «Маска без маски?» У меня уже был подобный эфир. И я, наверное, очень часто об этом говорю. У нас любят очень часто уходить туда, где нас нет. Я очень часто слышу, что вот он с маской, вот он это сделал. Вот я, например, я бы мог или могла вот так вот сделать лучше. Если бы у меня были мозги, которые есть сейчас, и перенести меня на несколько лет назад, то я бы сделал по-другому. Я бы сейчас, ух, как зажил. Но это всё те вылазки ума, которые нас уводят от самого себя. Потому что не бывает масок. Всё, что мы делаем на данный момент, это абсолютно верно, абсолютно правильно и очень точно и очень чётко в данный момент. Мы никогда не можем сделать больше или меньше. Мы никогда не притворяемся. Но очень часто бывает такое, что мы просто не можем найти себя. И это уже немножечко про другое. И когда мне очень часто говорят, вот она маску, или он маску снял, вот он без маски такой-то. А по факту это же не маска. Это, смотрите, сначала идёт что? Сначала рождаюсь я. Как я уже говорила, да, я же родилась не Лавровой Светланой, а сначала родилась я, моё тело, а потом меня уже назвали в свидетельстве о рождении Лавровой Светланы. Меня могли назвать хоть как, и от этого я бы не изменилась. Но помимо того, что на меня повесили как бы такой первый ярлычок, который для опознавания в социальном мире, дальше начинают наши родители, наше истинное я, наш стержень как бы немножечко закрывать. Вот это девочка или мальчик, вот это он красивый-некрасивый, худой-нехудой, какого цвета волосы, кудрявые-некудрявые. А потом пошло дальше, молодец-немолодец, вот есть склонности вот к этому, есть таланты вот к этому. Но потом мы начинаем быть чьими-то любимыми, и нас тоже так же начинают навешивать какие-то критерии, которые человек хотел бы у себя видеть во второй половине своей. И начинают точно так же навешивать определённые критерии. И за всеми этими социальными нормами, критериями, то, что про нас говорят, мы полагаем, что это мы и есть. Мы полагаем, что это я и есть. А по факту самого себя мы очень часто не видим. И когда говорят вот эта маска и вот эта маска, очень часто бывает, что человек просто обижается. Он говорит, ну как, я же вот такой открытый, я же так с удовольствием что-то людям отдаю, что-то даю. Почему вот так происходит? Но происходит это не потому, что человек плохой. У нас вообще нет плохих либо хороших людей, да? У нас есть просто критерии, по которым мы оцениваем их. И этот человек на каждый момент своего времени делает абсолютно то, что он может сделать, что он может сделать в меру своего понимания, в меру своего мировосприятия, в меру своих чувственностей или в меру своих эмоций. И это не говорит о том, что он меняется. Его я всегда остаётся. Его я от него никуда никогда не уходит. Но в меру своего роста самого себя, когда он становится более осознанным, более тактичным к самому себе, более восприимчивый к своему физическому телу, душе и духу, то тогда у него меняется его мировосприятие того, что существует вокруг. Вокруг ничего не изменяется, изменяется только он. И тогда с такой же уверенностью можно сказать, что спали маски с окружающего мира. Но мы же так не говорим. Мы же только говорим, что мы спали маски только с кого-то. Причём сам человек… Да, что ему всё равно становится, этому человеку, что про него думают. Получается, да? Всегда. Это смотря до какой стадии мировосприятия он дошёл. А в некоторых случаях ему говорят, вот ты с маской, вот ты без маски. Он говорит, я не с маской, я там не с этим, не с этим. Это просто на каком уровне восприятия он на данный момент находится, такая как бы маска в чьём-то понимании у него и остаётся. И маски, они же для кого-то, они будут всегда существовать. Потому как люди пока не осознались, когда сознание не осозналось, что я есть, любой другой человек, видя кого-то, он будет на него навешивать своё восприятие этого человека. То есть кто-то, например, меня видит как автонома, кто-то меня видит как нееда, кто-то меня видит как психолога, кто-то меня видит как маму, кто-то меня видит как спортсмена, кто-то меня видит как кудрявую, кто-то как лживую, кто-то как ещё какую-то. То есть каждый видит из своего мировоззрения меня, Но это всё не есть я. И когда мы приходим к осознанию себя, тогда нам уже не нужно на кого-то что-то навешивать из своего мира. Тогда мы начинаем тотально принимать тот мир, который есть. И нам не важно, как выглядит в этом мире человек, потому что мы его воспринимаем просто как факт. Просто он есть, и всё. И нам от этого не хорошо и не плохо, нам от этого просто становится благостно, что в нашем мире появился ещё один осознанный человек, который не будет испринуть в своём восприятии ломать этот критерий какого-то человека и ещё и доказывать ему, что он такой. Причём очень часто бывает, что даже не доказывают, а очень часто бывает, что люди обижаются. То есть, например, они друг или в хороших отношениях с каким-то человеком, но они в хороших отношениях ровно до того момента, пока он соответствует их восприятию о нём самом. И как только их восприятие о нём самом, оно у них рушится по каким-либо причинам, то он для них кажется лжецом, он для них кажется каким-то любым другим, но только не таким, к какому они привыкли. И тогда им уже неинтересно, либо они там обижаются на него, что он как будто бы их обманул. А по факту он просто в принятии того, что есть. И когда мы говорим о масках, наверное, я бы ещё хотела подчеркнуть, что масок не существует не потому, что кто-то живёт в каком-то мире, а маски существуют всегда только в вашем мире. И если вы понимаете, что вы можете сказать про какого-то человека, что он лгун, что у него есть маска, что у него есть какое-то мировосприятие, что у него есть религия, вероисповедание, национальность, ещё что-то, это в первую очередь говорит, что это в вашем мире есть, не в его. В его мир вы никогда не войдёте. Мы никогда не вхожи в чей-то другой мир. Но когда вы пробуждаетесь, то вам незачем входить в чужой мир, потому что вы понимаете, что ваш мир максимально необъятен. И вы начинаете, если с кем-то общаться, то вы начинаете соприкасаться по каким-то совместным, так назовём грубым словом, проектам, где вы что-либо сотворяете. Но в этом состоянии у вас уже и друзей-то нет. Друзей нет не из того, что это плохо, а просто потому, что когда мы начинаем, назначаем, я бы так сказала, кого-то в свои друзья, то мы сразу же его наделяем, этого друга, что он должен, когда мне плохо, приехать, что он должен, когда там что-то помочь, что он должен там то-то, то-то. И много-много такой, как правило, очень-очень длинный список, что он должен. Но мы никогда не задумывались, что этот список, он сразу же зеркальный становится и для нас. И когда мы на своего друга, так называемого, навешиваем какие-то вот эти вот ярлыки, то нам становится очень тяжело, потому что у нас уже дружба становится, потому что надо, потому что принято, потому что я хороший друг. А если мы соприкасаемся не потому, что мы назначаем кого-то другом, а если мы начинаем соприкасаться нашими энергиями, потому что энергии, если, например, у меня сейчас вот такая энергия, а у иного другого, с кем мне на данный момент комфортно, у него такая энергия, и когда мы перекручиваемся этими энергиями, мы даём такой огромный пул не из двух энергий, а уже как с энергия, она уже больше идёт. Но эта энергия не про дружбу, это энергия как раз про то, что никто никому ничего не должен. Это про то, что когда мы идём вот в этом энергетическом потоке, мы восполняем друг друга через отдачу. И мы на любом этапе можем спокойно разойтись, разойтись навсегда или на время. И тогда там не будет никаких обид, никаких претензий, там ничего не будет, там будет тотальная благость друг к другу, что мы прошли вот этот путь, и он был великолепным. И это опять же можно приравнять к тому, что тех же масок не существует, тех же друзей, а есть просто, как многие говорят, родственные души. Наверное, это ближе вот к этому. Но это же всё равно оценка какая-то, вот родственная душа, там проснувшийся, друг, как-то всё равно хочется оценить, вот как можно без этого, вот для меня это такая тема, очень глубокая, большая, вот хочется её настолько раскрыть и сразу практиковать начинать, вот перестать оценивать людей, жить без всяких ожиданий от них. Вот это же, наверное, высшее самое, к чему мы все должны, наверное, стремиться, правда же? Но ведь не существует плохого и хорошего. Существует только факт того, что есть. Это то же самое, я приводила много раз пример, что, например, в нашем социуме смерть — это слёзы, это печаль, а в других каких-то культурах смерть — это праздник, что душа идёт дальше. Да. Это только наше предприятие, поэтому не существует ни хорошо, ни плохо, ни мягкого, ни так. Но мягко-твёрдо, конечно, это есть по ощущениям. Это чувствование, ощущения, да, чувствование — это ощущение немножко изменчивое, потому что ощущение — это снаружи тела, а чувствование — это внутри. Но на хорошо и плохо делить не имеет смысла, потому что этого не существует. Действительно, есть только факт, который есть, и его даже нет смысла как-то интерпретировать для себя, чтобы какую-то эмоцию вызвать этим чувствованием. Потому что когда вы осознаётесь, то у вас не бывает такого, что если что-то произошло, вы вроде бы понимаете, что нужно дать какую-то эмоцию, да? А вы даже не понимаете, а зачем она, а нужна ли эта эмоция, а для кого она нужна, чтобы быть просто немножечко таким, как все. Но это только первое время, а потом это отходит, потом это становится нормой. И для окружающих, которые вас уже окружают, и для вас самих, что вам уже не обязательно для кого-то давать какую-то эмоцию. Да, надо начать с себя. Когда ты сам начинаешь это практиковать, то и, наверное, и все люди тоже так же потихоньку подтягиваются, и уже все перестают в окружении вот это оценивать по этим маскам. Я как бы называю это «засунуть коробку человека». То есть каждый пытается, кто первый раз с тобой где-то там познакомился, всегда спросить, да там, ты откуда, в какой школе учился, чтобы как-то вот определить, куда засунуть этого человека. И вот как-то без этого это, наверное, немногим понятно. Это настолько вот такое что-то особенное, уникальное. Ну, сейчас многие люди уже к этому пришли, приходят, вернее, не столько пришли, сколько приходят. И я вполне уверена, что осознанность ее, она не всегда включается просто потому, что включается. Ее можно натренировать. То есть, я не знаю, как просветление, пробуждение, как это назвать правильно. Оно, конечно, прощелкивает потом, но осознанность — это тот момент, который можно натренировать. Да, это нелегко. Вот, конечно, задачка. Тема очень-очень серьезная. Прям настолько вот тронула меня, если честно. Я как бы вот даже не думала, про что будет тема. И вот специально как бы думаю, пускай будет вот такая интрига, да, и вот узнать от Светланы. А тут я не ожидала, что будет настолько глубоко, далеко мы уйдем. Сегодня в этом эфире, что каждый может задуматься, это такой повод вообще пересмотреть много всего в своей голове, в окружающем мире. Это круто. На самом деле все очень просто. И чем легче мы будем смотреть на это все, тем быстрее мы придем к себе. Потому что чем больше мы начинаем читать каких-то книжек, какие-то вести познания, куда-то уходить в какие-то дебри, я бы, наверное, так сказала, то мы будем еще больше и больше закрываться умом, как одеялком от самого себя. А если мы будем в легкости, тогда нам будет проще себя понять. Ну да, я вот как бы, когда я первый раз с человеком встречаюсь, например, вживую, у меня сразу первое, вот какая у него энергетика, я это чувствую как бы вот телом. Вот не надо ничего говорить, но потом начинается опять, как это там, да, откуда, где, что, и пошло-поехало. Но первое впечатление, это именно вот какую энергетику человек излучает, правда же? Ну, энергию сразу же видно, да, она, конечно же, у каждого есть своя вибрация, у каждого есть свой свет и свой цвет. Цвет и цвет, это немножечко разные, и он каждый, да, конечно же, у него есть это все. По нему, если с человеком встречаешься вживую, то по нему сразу же видно, ну, многие вещи, так скажем, видно, да, но многие вещи ты просто не можешь сказать ему, потому что, если ты ему скажешь, то он может ещё дальше от себя уйти, потому что некоторые идут в сопротивление. Да, очень трудно, да, понимаю. И критику тоже, как бы, да, тоже невозможно людям сказать, даже если это нужно, это очень такое сакральное, да, можно обидеть. Ну, я скажу так, что меня окружают уже больше, большая часть людей, наверное, всё же те, которые готовы к критике, потому что критика только нас может привести к себе. Когда мы начинаем гладить по головке, говорить, ну, ничего, у тебя всё получится, это поддержка в слабости, это ни в коем случае не приход к себе. Когда мы ребёнку, например, говорим, ну, что-то, ничего страшного, у тебя всё получится, мы его выстёгиваем из момента здесь и сейчас, мы ему говорим про то, чего никогда не будет. Потом, когда-нибудь, у тебя всё получится, а потом, когда-нибудь, этого же не существует. и мы ему уже на подсознании говорим, что вообще всё, что с тобой связано, хорошее, этого не существует. Поэтому нужно всегда возвращать ребёнка в здесь и сейчас, так же, как и самим, конечно. И здесь и сейчас нужно думать, как это, думать, наверное, тоже такое грубое слово, наверное, осознавать, и где-то даже, возможно, и рефлексировать на первых этапах очень даже не помешает. Почему так со мной происходит? Зачем мне это? А как же вот насчёт стимулировать или как-то вот комплименты какие-то человека нужно уже как-то вот толкать, чтобы он улучшался? И как вот в этом баланс? Но если ребёнок, например, принёс двойку, да, со школы, то ему можно сказать, что как бы двойку принёс, молодец, теперь мы знаем, что нам нужно подтянуть. Найти в этом позитив, да? Да, и в то же время, что как бы он понимает, что ему предстоит работа сейчас, но этот поступок никак не отражает его личность, его самого. Или сказать, ну это же не единица, двойка всего лишь, а могло быть ещё хуже, да? Найти в этом плюс. Возможно и так. Но всё время здесь и сейчас и показывать, что это даёт. Да, я как бы тоже радуюсь ошибкам, говорю, вот, значит, ну это же хорошо, всё, вот я ошиблась, теперь я буду знать, что так делать не надо, и это круто, потому что, ну а как без ошибок, тогда ты не будешь стремиться куда-то быть лучше, да? Ну вообще, когда мы в расслабленном состоянии, когда у нас всё хорошо, мы никуда не стремимся, у нас уже всё хорошо, у нас ничего не болит, у нас вроде бы всё, всё, что есть, если мы даже что-то будем делать, то оно будет такое, как желейное, а если с нами что-то случается, то это как очередной пинок в этой плотности, и тогда мы начинаем что-то утворить, да. Да, и всё как за опыт, это очередной опыт. У нас тут немножко комментарии появились, да, пишут на Zoom, что всегда максимально интересный спикер Вы, Светлана. Спасибо. Я согласна. и спрашиваю, давно Вы были ли в автономии последний раз? Как давно? Я не хочу сейчас отвечать на эту тему, только лишь потому, что люди начинают стремиться опять идти в автономию. Я людям уже рассказывала и неоднократно, что когда Вы осознаётесь, когда Вы приходите к самому себе, то тогда Вы не начинаете прятаться за свои эмоции, тогда Вы идёте к чувствованию, к ощущениям. И когда Вы идёте к чувствованию, к ощущениям, тогда для Вас эмоции становятся неинтересны. А эмоции — это что такое? Самая лёгкая эмоция, это даётся через еду. И когда Вы осознаётесь, когда Вы идёте к чувствованию, Вам неинтересны эмоции, то есть Вам неинтересна еда. И наше физическое тело, я могу сказать, с полной уверенностью, оно может жить и без еды, и без жидкости. Но это маленький этап, когда Вы идёте к самому себе. Потому что если Вы просто перестаёте есть и пить, но не идёте к тому, что Вам даёт вообще, для чего это физическое тело, для чего это плотность, как она работает, потому что наше физическое тело, мы его знаем и чувствуем от 3 до 7%, то есть вообще не знаем нашу физику. И если Вы не идёте к осознаниям, то это всё бесполезно. «Едите Вы, не едите», «Пьёте, не пьёте». Ну вот смотрите, например, многие животные могут не пить и не есть, рыбы вообще не пьют и не едят практически, они могут там… Но они же очень редко это делают. Но они же не настолько осознанны, как мы. Поэтому осознание, оно идёт не через еду и жидкость. Но я Вам могу с абсолютной точностью сказать, что сегодня какое марта? Девятое. Вчера восьмое было. Но я могу сказать, со своего опыта, что два года человек может жить без еды и без жидкости. А дальше посмотрим. Да, благодарю. Ну давайте про маски и дальше. Как к этому прийти, чтобы перестать вообще вот так вот оценивать оценивать и как-то судить людей вообще вот видеть только… Ой. Так, это что у нас такое? Ну так, у нас тоже что-то появилось непонятное, но всё исчезло. Ну, когда оцениваем людей, это же к чему приводит оценка людей. Когда человек оценивает кого-либо, он же оценивает это не для него, а он оценивает это для себя. Оценивает это для себя, чтобы быть всегда в раздавленном состоянии, не осознавая это. Потому как если он оценивает человека, что этот человек по каким-то критериям ниже его, неважно какими там, по спорту, по фигуре, по уму, по красоте, по волосам, по финансам, ещё что-то. Если он видит… Здоровее, больнее, да? Абсолютно неважно. Если он видит, что человек ниже его, то он не может расслабиться. Он думает, что если он немножко расслабится, вдруг этот человек его догонит. И он тогда начинает быть опять в состоянии стресса, чтобы бежать. А если он видит человека, который, например, лучше его, ну, тоже по каким-то критериям, то он тоже в состоянии стресса, потому что ему нужно его догнать. И только когда человек ориентируется сам на себя, когда он не оценивает себя, а просто потому, что он есть, либо оценивает себя как того, кто я был вчера, потому что у нас есть только прошлое, будущего у нас ещё не существует, его никогда не наступит, то только тогда, когда он оценивает только себя, он может быть в состоянии, в состоянии даже, я бы сказала, непокоя, в таком тонусе. Наполненность такой, да? Наполненность не всегда она есть по отношению к самому себе. Если мы ещё у себя продолжаем сравнивать, то ещё на полной дистанции у нас не наступает. Но это наступает состояние тонуса. Мы очень редко бываем в состоянии тонуса. Чаще бываем либо в расслабленном состоянии, но это бывает очень редко, либо в состоянии стресса. И если кто-то ходил на массаж, то, наверное, многие замечают, когда массажист говорит, расслабься, расслабься. А ты вроде на массаже, расслабиться не можешь, потому что у тебя настолько, если мы говорим про физику, то настолько у тебя затянуты мышцы, что сухожилия не справляются. И поэтому у тебя идут очень частые перекосы. И если даже начинать делать какой-то лёгкий массаж, и вы даже можете сами прочувствовать, если у нас есть на ягодицах такие точки, внизу ягодиц, если мы на них надавливаем, то у нас, если достаточно, ну так, насколько мы можем сильно надавить, если у нас задняя часть бедра как бы становится в таком натянутом состоянии, не очень комфортном, то это говорит о том, что седалищные нервы у нас зажаты. Да, самые болючие места. Вот когда я хожу на массаж, у меня единственное место болит. Я начинаю кричать, когда надавливают эти задние точки. Да, а седалищный нерв, он о чём говорит? Он говорит как раз о том, что мы не умеем правильно делать рефлексии самого себя, мы не умеем себя сравнивать с собой вчерашним. Это говорит о том, что мы не можем считывать даже наш род, наше паттернное поведение, которое передалось от наших бабушек, дедушек. А если мы не умеем считывать паттернное поведение, то мы изменить себя здесь не можем, как бы мы ни старались. И здесь таких моментов очень много. Как всё это глубоко? Вы говорите не глубоко, очень глубоко. В таких мягких местах. И то заживо. Но это именно потому, что нужно как раз своё тело своё тело изучать. И мы не изучаем своё тело, мы всё держим на поверхности. У нас печень отвечает за печень, почки отвечают за почки. А если нам кто-то нагрубил, то это только лишь потому, что он такой негодяй. Мы не умеем интерпретировать то, что у нас внутри, и что это даёт, какой отклик снаружи. Именно поэтому я сделаю через, наверное, недели 2-3, запущу марафон глубокой психосоматики. Какой орган отвечает за какую мышцу, какая мышца даёт наружу какие-то реакции, которые мы видим от внешнего мира. чтобы люди... Какие упражнения при этом будут, какие упражнения будут нужны. Естественно, желательно будем делать в домашних условиях, потому что не у всех есть пойти в спортзал с какими-то простыми вещами, чтобы наше тело вытянуть как минимум на какой-то уровень, который нам даст более комфортное, скажем так, существование в этой плотности. И это, конечно же, очень важно. А вот у меня тут такая мысль возникла, когда Вы говорили про это опять неоценочное, что, может быть, тогда представлять, что вчера это было будущее, а то, что будет завтра, что это уже прошлое. Может быть, тогда это поможет перестать человека как бы, да, вот маску эту одевать каждому. Но если Вы будете представлять себе то, что не существует, Вы же опять в иллюзию идёте. А иллюзию править нельзя. Иллюзия, она всегда иллюзия. Вы её можете делать хоть какой, а по факту она будет абсолютно другой, если Вы будете проживать этот же момент. Интересно. Я просто пытаюсь короткий путь к этому сразу напрямую, чтобы долго не идти без упражнений на попу. Ну, без упражнений не получится. У нас многие вещи люди даже не могут познать, насколько они глубинные. Мы уходим от того, что у нас вообще есть. Мы уходим не только от наших внутренних органов, но мы даже не умеем работать с нашими нейросетями, нейросвязями, которые настолько глубинные, что... у меня телефон разряжается. Эти нейросвязи настолько глубинные, что когда, например, человек стоит рядом, ну, это бывает там либо на личных встречах, либо на ретритах, и он про что-то говорит, то через нейросвязь ты можешь проживать его самого, с его позволения, конечно же. И тогда Вы вдвоём можете вытаскивать, откуда эти паттерны и поведения, с какой цепочки его рода это пришло. Потому что вся информация заложена по его роду в каждом человеке. Она никуда не девается, она вся там есть. И через определённые звуки, через определённые вибрации, если человеку сложно, например, расслабиться, то это можно, чтобы он сам это увидел. И вот на этом ретрите у нас были такие практики, и они даже выложены у меня в закрытом клубе. Ну, там всего лишь две практики, да, это не сравнить 90 часов с часом, то, что мы проходили на ретрите. Поэтому если кому-то интересна прям такая глубина, то у нас будет и в Сочи будет следующий ретрит, и в Горном Алтае будет в августе, и в Москве планируем сделать в октябре. Поэтому если кто-то хочет присоединиться… Ретрит будет именно направлен на проработку всех этих родовых, да? Ретрит направлен на проработку себя. Зачем тебе родовая программа, если ты себя не проработал? А себя ты проработать без родовой программы не сможешь. То есть а что сначала нужно с родовой программой или с собой? Это всё вместе, это же ты с разных сторон, с разных граней. Поэтому если ты понимаешь, вот, например, у нас… Вот у меня на этом ретрите была девочка, она приехала с определённой проблемой со своей достаточно глубинной, да? И мы с ней сначала начали с одной стороны вытаскивать, с другой стороны. Вот. И, конечно же, мы вытащили это всё. Она это всё поняла, проработала. Сейчас дело только за ней. Конечно, проработал каждый, кто там был. Но это не бывает так, что с одной грани ты всех прорабатываешь. У каждого своё. Кто-то здесь закрывается, кто-то там закрывается. И все прекрасно понимают, где-то на подсознательном уровне. То есть у нас сознание, подсознание у нас… На подсознании есть несколько слоёв. Несколько слоёв подсознания. И мы периодически скрываем каждый из слоёв подсознания. Это зависит от того, на уровне какого осознания мы стоим. Почему бывает, что вроде как я осознался, я вот всё это сделал, я всё прошёл или прошла там, а потом начал себя осознавать, и раз опять вылезает одно, и то же поведение, которое приводит к определённым результатам, от которых ты уходил какое-то время. И это говорит о том, что если один слой проработал, то второй слой вылез снаружи. И эти слои, их можно проработать, вернее, их можно сразу же вглубь углубиться, откуда это, с какого это рода. Потому что, наверное, ни для кого не секрет, что вообще не все мы коренные жители Земли, и от этого тоже можно смотреть. А это проводнику видно, или кто ретрит, например? Вот вы ведёте ретрит, вы как учитель, как проводник считаетесь. Вам видно, когда человек проработал, или он сам это видит первый, или вы направляете как-то? Вот интересно, как вот эта вся система работает? Ну, во-первых, я сразу же хочу поправиться, что я не учитель никакой. Я никого ни в коем случае не учу, я делюсь своим опытом. И если мой опыт позволяет мне заглянуть куда-то, с разрешения человека, я заглядываю. Да, я это вижу, я поправляю, направляю. Если я вижу, что человек не туда уходит, я его быстренько оттуда достаю. Потому как, когда, например, по видеокамере общаешься с человеком, вот ты видишь, что он идёт, 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 уже подходит к определённому моменту, чтобы вскрыть себя. И мозг очень хитро делает, он его переключает на какой-то другой вопрос, чтобы он туда не углубился, ещё что-то. И на камере бывает такое, у меня вплоть до того, что бывают люди, отключают камеру, потом говорят, или телефон разряжается, энергия идёт такая, либо ещё что-то. А когда ты с ними напрямую, то я очень чётко отслеживаю и направляю туда, куда нужно. И у нас такое, мы смеялись, у нас в зале стоял рулоны туалетной бумаги, и мы практически все их, ребята практически все их выривили. Я говорю, вот, для чего нужна автономия, туалетная бумага нужна, это для слёз и соплей, когда ты приходишь к себе. Ой, как интересно. Да, то есть вы, получается, как мастера, значит, себя позиционируете, вот как интересно просто, ну какое-то же слово есть, наверное, как же вас называют ваши, кто приходит к вам на ретриты, на ваши марафоны, гуру, ну вот. А гуру нет. Я думаю, что до гуру недалеко, и я наоборот ребятам говорю, что не ищите себе гуру, не ищите себе кумиров. Я даже не знаю, как. Я, если честно, даже никогда не спрашивала, как меня называют. Конечно, смеются разными, там словами меня называют очень приятными. Но, если честно, я даже, наверное, не задумывалась. Вот, я просто делюсь своим опытом. Светлана, это наш свет. Вот я опять пытаюсь оценить. У нас тема сегодня, чтобы снять смазки, да? А вот я пытаюсь вот по своим старым шаблонам как назвать Светлану. Вот надо со мной работать. И всем будет понятно. Каждый же по-своему характеризует. Вот мне сегодня тоже написала одна девочка и написала там свою проблему. Я сказала, что там ей через какое-то седьмое колено дали мой контакт и позиционировали меня как какую-то ясновидящую колдушку, что там я чуть ли не по фотографии лечу, что-то ещё там делаю. Но, в общем, поэтому люди, они всё равно будут воспринимать меня так, как они видят. Если кто-то, например, исцелился на ретрите, на марафоне, на консультациях, то они всё-таки передают меня как какого-то целителя. Хотя я уже много раз говорила, что я не вижу, что люди начинают целительство с своей энергией. То есть действительно есть люди очень с сильной, мощной энергетикой, особенно в руках, которые направляют своей энергией, запускают моторчик того человека, который готов к исцелению. Но это только после того, как человек должен осознать, для чего ему быть уже без этой болезни. Потому что если мы кого-то запустим, например, я кому-то запущу какую-то целительную энергию, его целительную энергию в нём саму, и он не понимает, для чего ему жить без этой болезни, он найдёт себе другую подобную болезнь, приведёт её в своё физическое тело, чтобы опять быть на этих условиях, на которых он привык быть. Поэтому здесь такой момент. Сначала нужно разговаривать с человеком, для чего ему эта болезнь, что он будет без неё делать, а потом уже он будет её у себя убирать. Причём убирается, ну я бы сказала так, многие болезни, не все многие болезни убираются легко, если у человека приходит осознание, для чего ему уже не нужна она. Сначала для чего нужна, а потом, наверное, для чего не нужна. Конечно. Сначала он высказывает. Круто. Я прям буду применять сегодня, как раз у меня есть человек, который болеет. И вот я прямо спрошу, потому что я уже заметила, что явно это какой-то орден, что ли, для этого человека. Вот это будет интересно понаблюдать за мыслями, для чего. Это же великолепно, когда человек болеет. Все вокруг него ходят, он себе позволяет. Даже если вокруг него никто не ходит, то есть, ну, тут много очень припытных. Все ходят. Не один человек ходит. Это уже семь лет продолжается. Интересно просто. Если вдруг это сработает, и всё это, я тогда сразу пойду к Светлане дальше. Ааа, как это вообще звучит! Мне прям уже интрига у меня. Сразу испробовать. У нас есть такой вопрос. Анастасия спрашивает, Светлана, как снять одеяло ума и выйти в чувство в ней? Ну, тогда нужно узнать, а что тебе даёт ум? Почему тебе так приятно быть в этом состоянии ума? Какие вопросы он решает? Если ты разберёшься, какие вопросы решает ум, а что будет чувствование, тогда ты поймёшь, куда тебе идти сейчас и насколько ты готова отпустить свой ум. Анастасия, вы поняли? Или, если, может быть, хотите, чтобы дальше разобрали, мы, может быть, оставим вас тогда на попозже. Вы поднимите руку, и мы вам дадим голосом обсудить Так, у нас тут вопросы возникают. Почему? Где ссылки на YouTube? У нас трансляция немножко на этой неделе по техническим причинам на другом канале, поэтому вот я смотрю, у нас много людей, видимо, не нашло нас на YouTube, но со следующего, со вторника, всё возобновится. Имейте терпение. Вот тут очень много было дискуссий про рыбу. Светлана сказала, что рыба не пьёт, не ест, но почему-то люди начали доказывать, что вот у кого в аквариуме рыбки, они постоянно едят и пьют, и кормятся. То есть пошли люди вот на маске одели и начали рыбу окружать. Вот это рассуждение. То есть я же сказала в этой фразе, я заложила то, что нужно идти дальше, чем еда и жидкость, и дышание через лёгкие. А люди же не хотят эту тему развивать, потому что у них же достаточно много тогда будет вопросов к самому себе. А так можно переключиться, сказать как бы, ну вот, опять она такая глупая женщина, не знает, что рыбы едят, едят постоянно. Сейчас мы об этом поговорим. Это же опять тот момент, что мы сейчас переключим своё внимание и покажем, в какой степени, в какой стадии, в каком критерии мы знаем больше, чем кто-то. Это великолепно, если кто-то знает больше, чем я. Я уже, наверное, не раз говорила, даже есть такой эфир, что конкуренции не существует. Если в вашей жизни есть конкуренция, то это вас всегда уводит в состояние гнёта самого себя, потому что мы в любом случае идём все к одному моменту, к моменту счастья, наверное, счастья тотального, который не все это чувствуют. Поэтому конкуренции быть не может, и если вы что-то не поняли, это лучше переспросить. Но когда вы идёте в рассуждении того, что вас уводит от самого себя, наверное, лучше бы не тратить на это время. Но это моё, опять же, мнение, потому что вместо того, чтобы там рассказывать, сколько рыбки едят в аквариуме или ещё что-то, нужно, наверное, посмотреть, а что тогда дальше, что стоит за тем, когда вы перестаёте есть и пить, какие моменты открываются в жизни, что мы можем познать другое, иное. Наверное, вот здесь вот, это уже была бы какая-то зубина, а рассказывать, какой корм едят, где покупают и сколько рыбки потом какают и как долго чистить аквариум. Но это тоже, наверное, это ваш, это ваш этап, это великолепно, если у вас есть эти, эти желания, потому что на каждом этапе желания, они великолепны. Потому как, когда они проходят эти желания, то ты уже просто начинаешь жить жизнь. и это уже другой этап. Да, мы вас услышали. Так вот, мы вернёмся по поводу Анастасийного вопроса. Вроде бы, она сказала, да, она готова обсудить, ум даёт опору, а через него мне понятен мир. Вот для чего она пытается разобраться, как снять одеяло ума и выйти к чувствованию. Вы сказали, что для чего тогда ум, а вот она отвечает, что ум даёт опору, через него мне понятен мир. Ну, правильно, через него и понятно. Но вы же хотите начать чувствовать, потому что у вас логическая цепочка, она собирается, а тех чувствований, про которые многие рассказывают, да, что такая там красота, там ещё что-то. Вы их не чувствуете, и вам хочется прийти к чувствованию. Тогда нужно понимать, а чувствование оно вас куда заведёт, что вы хотите. Если всё так, если даёт опору ум, то вы будете как-то без опоры жить, или что для вас будет следующей опоры? Но это будет очень долгий разговор, как бы сейчас смысла нет абсолютно на эту тему разговаривать. Это как долгий. Если один на один, то тут хватит в принципе минут двадцати, чтобы понять, что такое ум. Это же нужно общаться напрямую, чтобы не перечитывать смс, и тогда из ума можно вывести человека минут за двадцать. Понятно. Вот этот рыбы, это конечно настолько до сих пор уже сколько мы про рыбы говорили полчаса назад, до сих пор люди обсуждают, что и рыбы едят, и птицы едят, и львы едят, и даже женщины едят. Короче, рыбы очень сильно повлияли как-то на обсуждение на ютюбе, вот только и говорят. А мы всё про маски. Опять мы входим в маски, да, как ни крути, все пытаются даже рыбам что-то навязать. Да, ну тут в принципе мы про маски с вами всё проговорили основное. Если есть какие-то вопросы, то я бы ещё на пару вопросов ответила, потому что я боюсь, что у меня сейчас телефон открыт. про это люди волнуются, что не успеют вопросы задать. А какие практические, чтобы с этими масками разобраться, нужно сразу к практике, наверное, какие самые эффективные шаги, чтобы перестать одевать эти маски на людей? Чтобы перестать одевать эти маски на людей, нужно просто себя для начала отслеживать. Когда ты, например, человек идёт, ну неважно, и ты начинаешь его осуждать. Вот с такой фигурой так ты оделся, вот оделся не по погоде, вот ещё что-то. Вот как только ты себя ловишь на каком-то критериальном оценке какого-то человека, сразу же себя останавливай, и просто это не хорошо и неплохо, что он так оделся, это просто факт. Мы же не оцениваем погоду, мы можем её оценить, хорошая но по факту мы понимаем, что погода она настолько больше, чем я, что мы на неё обидеться не можем. Мы не можем обидеться, что, например, мы шли, шли, солнышко светило, а потом пошёл дождик. Мы разочаровываемся, что мы не получили какого-то действия, но на погоду мы обидеться не можем, мы не можем с ней перестать разговаривать, мы не можем там ещё что-то сделать. Мы принимаем её, какая она есть, принятие. то, что мы не можем переделать и то, что человек, например, вот он так идёт, и вы не можете его переделать, но это просто факт. И это не надо возносить в какой-то ранг хорошо и плохо. Вы можете что-то посоветовать, например, своему ребёнку одеть. Это другой момент. Но если какой-то чужой человек, то всегда просто отслеживайте, просто возвращайте себя в состояние, что это просто факт, это не хорошо и неплохо, что бы ни случилось. И даже если будут такие ситуации, когда, например, вы видите какую-то, например, авария, если вы можете помочь в этой аварии, вы идёте и помогаете. Но если вы не можете помочь, то вы себя точно так же отслеживаете, что это случилось не хорошо и неплохо, это просто факт. это для некоторых людей, причём для достаточных многих, если просмотреть всю эту цепочку, это изначально было понятно, что эта ситуация случится за какое-то время. Всегда, если мы себя знаем, если знаем свои внутренние органы, если знаем свои ощущения, если умеем считывать свои паттерны поведения, то мы знаем каждую ситуацию, которая с нами может произойти через какое-то время. И если человек этого не отследил, то это его опыт, и нужно просто позволять ему быть в его опыте. Даже если с ним случаются какие-то ситуации, которые вам кажутся, что они безнадёжны, что они плохие, что ещё что-то. Это всегда его опыт и опыт его окружения. Это нужно просто принимать как факт. А если ты сам в этой ситуации задействован, то ты начинаешь думать, ой, я притяну этот опыт, значит, мне нужно работать с собой, может быть, как-то, то есть, на себя не перекидывая тогда одеяло, вот как вот эту грань как-то чётко прочувствовать? Ну, ты это уже чувствуешь на определённых этапах, то есть, нет такого, что ещё чуть-чуть. уже мало совсем осталось, да? Ты должен тринфицировать. Вообще прям сижу такая, специальные очки одеваю, чтобы на вас полюбоваться. Прям солнышко, реально. Тоже надо тринфицировать, что если с тобой эта ситуация случилась, ты, конечно же, думаешь, не что ты эту ситуацию, как ты её притянул к себе, это поверхностное, а ты должен отследить, что если, например, какая-то авария, что с твоей селезёнкой? Почему ты не услышал это, но селезёнка тебе об этом уже говорила? То есть, каждый момент ты знаешь, какой орган на это повлиял. Если ты не будешь… То есть, рефлексия небольшая, она нужна, но это ни в коем случае не уходить в состояние, когда ты себя начинаешь журить. Да как я мог, да почему вот это случилось? То есть нет, этим уже не поможешь. Ты именно должен понимать, что случилось, чтобы в следующий раз этого избежать, чтобы сейчас это подкорректировать в своём теле, чтобы в следующий раз этого не было, если тебе это неприятно. подложить уже соломку. Светлана, а нельзя поднарядить, поставить этот кабель к телефону? Он никак далеко? Не притянет. А то у нас руки тянутся. И тут очень хорошая Маргарита так сделала прям такую как бы ремарку, чтобы не надевать маски на других, нужно снять маску с себя. Ну, а с себя-то вы как снимете маску, если её нет? Видите? Как? Какая маска-то на вас? Если вы не надеваете или не одеваете, никак разобраться в этих словах не могу, маску на кого-то, то значит на вас уже нет, вы знаете, кто вы есть. А если вы на кого-то ещё до сих пор видите кого-то в маске, то опять же возвращаемся к себе и понимаем, а где я себя не нашёл? Где я ещё какую грань себя я не изведал? Как глубоко? У меня как-то вот так не получается услышать вот это. Я просто про шнур думаю, что можно ли как-то подзарядить, поставить на зарядку телефон и продолжить эфир, потому что вот я собираюсь Шухрату дать голосом сообщение. Светлана, есть такая возможность? Давайте ещё голосом, да, и потом я же как бы на час всегда рассчитывала, у меня следующий эфир будет с англоязычной группой небольшой. Ага, понятно, хорошо, тогда Шухрат, вы готовы задать вопрос голосом? Я включила вам микрофон, Шухрат. Доброй ночи, Светлана. Вопрос такой, дайте какую-нибудь простую действенную технику для проработки дуальности и потом следующий вопрос, как понять, какая на тебе маска? Вот эти два вопроса таких, если сможете ответить, было бы хорошо. Ну, масок на нас в определённом периоде очень много, и я не могу сказать, какая маска на вас сейчас, если вы про себя конкретно говорите, но те маски, которые вам же дают обратную связь, всё ваше окружение даёт вам обратную связь. Это как раз то зеркало, которое вы себе создали, чтобы смотреться в него, чего у вас не хватает и чего у вас переизбытки. И они вам всё расскажут, всё подскажут. А про дуальность ещё скажите, про что про дуальность конкретно вы хотите? Про хорошо и плохо? Ну, любые дуальности как можно проработать, чтобы, вернее, как улучшить себя, чтобы не замечать эти дуальности, скажем так. Можно так сделать? Можно, но тут же вопрос к другому, тут же не про улучшение себя. Когда мы говорим про улучшение себя, мы ещё больше уходим в эту дуальность. Что такое улучшить себя? Это как раз о том, что я себе такой не нравлюсь, я сейчас буду себя менять. о какой я нравлюсь, я себя такого ещё не видел и не знал. То есть я иду туда, не знаю куда. Но когда ты себя находишь, то тебе себя менять не нужно. Ты просто начинаешь принимать себя таким, какой ты есть, потому что ты уже есть. Это то же самое, что поменять, например, я хочу, чтобы у меня было две правых ноги. Это же не про это. Когда мы себя меняем, это значит, мы не принимаем себя. А вот корректировать себя для определённых моментов, корректировать фигуру, корректировать питание либо непитание, корректировать какое-то место жительства, корректировать свой окружающий, своё окружение. Вот это уже про другое. Но эта коррекция, она идёт как жизнь, когда ты начинаешь жить. То есть она идёт не вне жизни, вот я сейчас схожу за этим, а потом дальше буду продолжать вот это. А это становится твоим образом жизни, всё это становится твоим образом жизни, тотальным, не выпадая из него. Благодарю Светлана, вы очень ясно ответили на эти вопросы. Благодарю. Да, Светлана, благодарим. Вот тут люди, кто были на марафонах, очень говорят, что у вас такие замечательные ретриты и марафоны ваши пришли, поклонники сюда, кто уже знает, работал с вами. Вот благодарим, что делитесь. А можно ли оставить здесь ссылку в чате на ваш вот этот английский вариант вашей группы или это какая-то частная группа и туда нельзя всем попасть? Нет, это закрытая проработка с двумя людьми будет по состоянию здоровья. Поэтому пока так. Понятно. Так. Еще кто-нибудь хочет вопрос задать, пока у нас еще зарядка есть в телефоне Светланы. Вы как всегда на самом интересном моменте убегаете и вот вот так вот еще хотелось там все это поглубже копнуть и вы как всегда так как фея улетела Мэри Поппинс на зонтике убежала. Ну если мало информации то очень много информации у меня на канале а здесь как раз все ссылочки они даются вот поэтому пожалуйста смотрите там у меня много-много тем открыто. Я прям уже хочу быстрее спробовать вот для чего тебе эта болезнь посмотреть как далеко мы зайдем попробовать сегодня побыть психологом. И очень хороший вопрос это мой любимый вопрос который некозисти но очень много раскрывает просто так он звучит чтобы что тебе это болезнь чтобы что он отвечает на вопрос потом дальше а вот это чтобы что потому что когда зачем тебе он как бы немножечко закрытый этот вопрос а когда говорится чтобы что то тогда он предполагает что человек начинает рассказывать чтобы что ему чтобы вот это у него было чтобы вот это, а вот это чтобы что? Чтобы вот это. И, как правило, когда все вопросы, все ответы заканчиваются на вопрос чтобы что, вот после этого начинаются истинные ответы, которые лежат в глубине. Он, наверное, сам удивляется человек в такой момент, да? И это как будто вот всё выкапывает, и истина уже в руках. Ну, да, потому что, смотрите, если бы мы могли самостоятельно, многие люди, если бы могли самостоятельно разобраться в каких-то моментах, им бы не нужны были помощники. Они бы серии написали, они все знают, все методики же все знают. Но когда ты начинаешь общаться, ты видишь, как правило, когда человек тебе рассказывает, в первые 3-5 минут ты уже понимаешь всю картину, потому что там между строк столько всего. он уже рассказал, и этих моментов очень часто он не отслеживает у себя самого. И когда ты начинаешь вот это вот междустрочие развивать, тогда уже приходят вот эти вот осознания, как правило, через слёзы, и у мужчин тоже. И они очень глубинные, и они лежат на самом деле все на поверхности, но мы всё время любим какие-то клады копать. Всё, что у нас лежит в открытом доступе, мы почему-то думаем, что это не очень интересно. Да, то есть люди сами себя не видят. Иногда со стороны уже виднее. Да, вот у нас ещё Ирина хочет спросить или что-то сказать. Ирина, я включаю вам микрофон. Говорите. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как проходят ваши ретриты, они же как бы вживую проходят, а вот по интернету. И каким образом вот почувствовать, извините, селезёнку? Я не знаю, вообще её можно чувствовать или нет. Ну и может быть и другие какие-то органы. Благодарю. Ну, смотрите, марафоны проходят, они проходят, как правило, в Телеграм-канале. Там набирается группа, и эта группа там ежедневные эфиры с записью и с обратной связью. А то, что касаемо как почувствовать селезёнку, это интуиция наша. Селезёнка — это всегда про интуицию. Селезёнка, она всегда подсказывает, что у нас происходит. Мы очень часто просто нашу интуицию не слышим, и тогда она у нас в таком очень жёстком натянутом состоянии селезёнка. Спасибо. А другие органы тоже так, в общем-то, как-то интерпретируются? Абсолютно. Благодарю. Да, благодарим, Марина, за вопрос. Так, всё, Светлана. Ой, это я уже испугалась, думала, Светлана уже у нас отключилась. Нет, ещё чуть-чуть есть. Я уже так... Смотрю, тёмный экран. Да, благодарят за эфир. И вот... Защитник. Защитник вас называют. Вот, ещё одно. О, ещё одно имя. Вот, Свет, Защитник. Органы, органы. Все различные трубочки. Так, люди дискутируют. Хотя уже хорошо, хоть уже от рыб наконец-то отстали к концу эфира. Так, сердечки благодарят вас за... Все на одном дыхании прослушали. Такая тема. Есть на чём задуматься. Вообще очень глубокая, казалось бы, да, маски масками, а это всё очень глубоко сидит. Конечно, да. Так, может быть, вы что-то хотите посоветовать нашим слушателям и зрителям, как с масками бороться, как перестать оценивать людей и засовывать их в рамки. Напоследок, напоследок, наверное, бы такой не совет, а то, что я могла в себе отследить, и, возможно, в вас это есть. Как только вы начинаете задавать вопросы не про себя, как только вы начинаете делать акцент какой-то на чём-либо, кроме себя, это всегда говорит о том, что ваш ум всегда вас отворачивает от самого себя, потому как уму на данном этапе очень невыгодно осознаваться, то есть приходить к сознанию через осознание, потому что он уже с вами привык, и вам с ним хорошо, вы все моменты знаете, вы знаете своё болото, оно тёпленькое, вы всё вокруг знаете, а тут раз — и весь мир наизнанку. И чтобы вот этого не было, всё время ум вам подкидывает какие-то моменты, чтобы вы задумались о чём-то, то, что не касается вас. И как только эти моменты вы себя отлавливаете на этих моментах, сразу же себя возвращаете к себе, это будет одна из таких практик, которая очень простая, но очень-очень действенная. Возвращать к себе внимание. А что я? А где я? А почему я? Что я чувствую? Что я ощущаю? Что со мной происходит? Это раздражительное такое, вот опять это же получается, я-я-я начинается, нет? Нет, для себя ты, например, ты идёшь и начинаешь на кого-то смотреть, кто как одет, то ещё что-то. Тебе же это для чего? Это не для чего. Вот этот сбор информации, он абсолютно тебе не важен. Или кто как учится, кто до чего дошёл, у кого какая работа, у кого какая машина, жилплощадь, кто где живёт. Это же тоже не информативно для тебя. А опять же для себя. У меня такая машина, чтобы что? Я здесь живу, чтобы что? Я хочу поменять место жительства. Почему я хочу? Почему это в «хочу» перешло? А почему я не поменял до сих пор? Я же не поменял, потому что мне так удобно, не менять. Если мне неудобно это, то значит мне надо ехать и менять место жительства. Всегда возвращаем себя к себе. И себя начинаем по каждому поводу смотреть. А почему я ещё не переехал туда, где мне хочется? Что меня останавливает? Какие я получаю плюшки вот на этом месте, который меня так сильно держит? И начинается, как правило, включается мозг, и он говорит, но у нас здесь работа, но у нас здесь вот это. Те вещи, которые имеют значение в нашей жизни максимум на 30%, максимум. Но мы ими прикрываемся, как будто они основные. Но если мы очень-очень хотим куда-то переехать, если мы, ну, к примеру, да, вот такой пример просто берём, то, и если мы этого не делаем, прикрывая себя работой, родственники, друзья, здесь есть квартира, а там нет, там стоят дороже, в нашем городе, если продать там дешевле. Но если есть всё равно жгучее желание туда переехать по каким-либо причинам, то тебя жизнь всё равно выкинет, но выкинет через боль. Если получается, мы не хотим сделать какой-то такой решающий шаг, ищем какие-то оправдания каждый раз, чтобы его не делать. Но мы же всё равно туда должны пойти когда-то поздно, лучше позже, чем никогда, но лучше вовремя. Да, да. И это как раз говорит о том, что если ты не хочешь себя слушать, то ты всё равно придёшь к определённому моменту только через какую-то боль, через какой-то пинок. И вот если ты этого не хочешь, то научись быть с собой, научись дружить с собой, научись слышать и чувствовать себя. Жизнь даёт подсказки, некоторые люди их пропускают, потом их сильнее и сильнее, уже когда уже очень больно стукнет, тогда они уже идут. А так первый раз они как обычно пропускают эти, да? какие-то мои... Ну да, нам очень часто же этого не показывают, не потому что вот мы такие нехорошие, а потому что не умели нам это рассказать только лишь из-за этого. Но у нас есть шанс рассказать это нашим детям, рассказать это нашему окружению, показать это своим примером. Потому что когда мы рассказываем, мы ни о чём не говорим. Когда показываем примером своим, то когда мы своим примером показываем, человек видит наши ощущения. Когда мы рассказываем, он слышит только наши слова, которые ничего не значат. А когда они видят, то они начинают чувствовать, что мы испытываем. Вернее, чувствовать не что мы испытываем, а что бы я испытывал, если бы я был в таком состоянии. Что бы я испытывал, если бы ездил вот на этом? Что бы я испытывал, если бы жил там-то? Что бы я испытывал, если бы делал вот это? И тогда мы стремимся делать вот это, если нам интересно. Чувствовать себя в 300 лет, как в 17. Выглядеть в 720 лет, как в 35. И тогда мы уже начинаем копировать этот образ жизни, но только через себя. Да, когда нам понравятся эти ощущения, мы представили, и тогда мы быстрее туда пойдём, в эту сторону. Как уже сладко это всё будет. Да, вообще столько бы много всего сказали. У нас последнюю дадим тогда, может быть, Ане Тракули слово. Давайте посмотрим, если я буду слушать. Да, Анна, включай микрофон. Здравствуйте. Вы больше говорите, что надо внимание на себя, всё из себя, но это как первый этап, то есть это такой эмоциональный интеллект, скажем так. Меня слышно, да? Да. Вот, но есть же ещё моменты и социального интеллекта, и мы учимся чувствовать себя именно для того, чтобы чувствовать потом людей, чтобы потом грамотно и правильно коммуницировать. И вот у меня, допустим, был пример, я 7 лет жила в одной стране, и там вопрос вообще был не во мне, то есть меня страна не выпускала, не потому что это вот я себя там не чувствовала, и внимания не было, и сбор центра себя, а потому что мне надо было выйти в служение. И когда я поняла, как мне надо было выйти в служение социуму, меня тогда просто действительно, ну, грубо говоря, выплюнуло. И вот, поэтому, допустим, у нас есть анализ конкурентов, когда надо посмотреть, как делают конкуренты. У нас есть, допустим, какие-то мотивирующие моменты, когда мы посмотрели, как делают люди, и нас что-то зажгло, нас что-то мотивировало. Мы взяли какой-то пример, мы взяли какой-то там себе шаблон, и мы там пошли куда-то. Мы взяли какое-то, ну, вот что-то для себя, чтобы двигаться вперед. И поэтому я думаю, что это все-таки первый какой-то этап развития чувствования себя. Но потом мы все равно выходим в социальное предназначение. У нашей Души тогда открывается социальное предназначение. И вот здесь уже через чувствование себя мы выходим в чувствование того самого социума. Ну, это все, когда вы начинаете чувствовать, это все пустое. Вы не можете чувствовать кого-то. Вы можете чувствовать себя за счет кого-то. То есть ваша энергия в чужую энергию никогда не зайдет. Это все миф, что вы можете кого-то чувствовать. Но вы можете чувствовать свою энергию рядом с чужой, как ваша энергия меняется рядом с иной-другой энергией. Вот это вы можете прочувствовать. А войти в другого человека, чтобы прочувствовать, что он чувствует, такого не бывает. Ну, а как же синхронизация во время работы? Я, допустим, со своим клиентом синхронизируюсь полностью. Вот, и я не то, что чувствую. Я проживаю даже моменты, которые они проживали. То есть я в какие-то фигерные моменты захожу, как там женщину насиловали, она не может сказать об этом, а я это чувствую. То есть на уровне физики я это чувствую. Я чувствую эту боль, чувствую эти разочарования, чувствую, как она была там в моменте. Как это я не могу чувствовать других людей? Это мое предназначение чувствовать других людей, считывать их энергетику. Ну, это хорошо, если вы так считаете. Просто я вижу, что энергии могут... Я так не считаю. У меня 30 лет работы. Я так не считаю. У меня просто работы так сли. Хорошо. Просто я вижу... Очень много людей, которые чувствуют друг друга именно вот таким вот образом. Мы чувствуем чужую боль на себе. Или, допустим, ты сидишь, кто-то чихает в твоем поле. Ну, грубо говоря, правильно? Ты прям это чувствуешь. Ты чувствуешь вот эти вибрации. Вот почему у нас здесь в чате там вибрации такие-то, вибрации не такие-то? Потому что мы синхронизируемся в процессе общения. Мы синхронизируемся с местностью. Ты приезжаешь, ты говоришь, ой, мне здесь не очень нравится, потому что ты синхронизируешься с местностью, с энергией этого места, с энергией этого города. Тебе город подходит, не подходит? Тебе люди подходят, не подходят? Почему? Потому что происходит момент синхронизации. То есть это вот самый первый базовый такой уровень нашего, ну, скажем так, да, эмоционального интеллекта. Мы чувствуем себя. Мы это делаем для того, чтобы потом уже расти. И мы начинаем чувствовать потом цветочки, лепесточки, природу, птица, которая летает. Мы можем посмотреть ее глазами на землю. Мы начинаем чувствовать людей. Мы начинаем чувствовать пространство. Мы начинаем проводить других и себя к источнику. Мы же это все чувствуем. Мы чувствуем. Это хорошая энергия. Это плохая энергия. То есть просто оставаться в центре себя, это классно, да. Но вещать хорошо из центра себя, это классно, да. Но это же для чего-то впоследствии делается, правильно? Для расширения. Спасибо. Ну да, поэтому у нас, Петлана, 120 эфиров проводила. Каждый раз идет один шаг за другим шагом, да. Мы движемся. То есть расширение, и мы движемся в социальный интеллект как раз-таки таким образом, для того, чтобы чувствовать как раз-таки тот самый социум. мы прокачиваем себя. Давайте я все-таки закончу. У меня сейчас закончится. Я сейчас отвечу на ваш вопрос еще раз, как я это вижу. Я еще раз говорю, что мы в чужую энергию, вы в чужое тело зайти не можете. Вы можете только, вот про что вы говорите, синхронизироваться. Это когда вы свою энергию чувствуете через энергию любого другого. Когда ваша энергия соприкасается с иной энергией, с другой энергией, но в чужого человека вы зайти не можете, вы не можете стать им. То, что вы можете видеть какое-то поведение, что с ним происходило, это лишь отражение от его энергетики, его вибраций, которые вы можете прочувствовать. Все остальное, мы можем это называть как хотите. Если вам удобно с этим жить, если вам это дает какие-то следующие шаги для вас самой, то это здорово, это хорошо, но на чувствование и на ощущение выйти невозможно, если начинаем себя обманывать, придумывая какие-то вещи, которых не существует. Чем больше мы себя путаем, тем больше мы остаемся в том состоянии, в котором мы есть. Да, и у нас тут тоже подтверждение, синхронизируется всего лишь часть малой вибрации, а каждый человек — это целый мир. Вот как бы тоже ответили. на ютубе. Так, у нас еще Светлана с нами. А Светлана нет, уже Светлану вывела, видимо. Анна, вы довольны ответом? Ну, у меня есть как бы свое видение, вот, то есть кто-то обладает какими-то способностями, кто-то не обладает. Я не могу сказать, что вот вы не можете чувствовать, я не могу этого сказать, потому что я это не прожила, то есть я проживаю, я знаю, что люди чувствуют. Вот, поэтому я вот таким вот образом я бы не утверждала. Я утверждаю для себя, что да, у меня вот такие ощущения, да, я это могу, но сказать за все человечество, нет, я, к сожалению, не могу сделать на себя такую роль. Но у вас камень включена. Вы знаете, да? Нет, не знаю. Так, ну что, спикер у нас уже ушел. Благодарю за эфир, ребята, благодарю за вопросы. Ну, хорошо, благодарили, завершили.